Грязные следы от автомобильных шин теперь в прошлом. Дом номер 2 по улице Осипенко обзаведется собственно централизованной парковкой. Именно о ней мечтали жители, подавая заявку в федеральную программу формирования комфортной городской среды. У нас здесь не было асфальта. И здесь месили грязь своими силами. Мы покупали крошку. И здесь и все равно. Машины нам тут месили грязь. Поэтому мы решили сделать все официально, да, чтобы нам здесь асфальтировать. Потом мы, наверное, сделаем разметочку, договоримся с нашими автолюбителями. И каждый будет на свое место ставить. Отремонтируют и фасад дома, построят дополнительную лестницу, а также спортивную площадку с тренажерами и безопасным покрытием. Работу проводят по федеральной программе формирования комфортной городской среды в соответствии с пожеланиями жителей. Жители активно участвуют. Первоначально было с жителями все согласовано. Весь тот объем работ, который здесь предполагается сделать, они утвердили. В соответствии с этим мы выполняем работы. Контролируют проект общественники. Для этого у правдома и активные жители прошли специальное обучение. Если у них возникают вопросы, подрядчик сразу реагирует на все пожелания. Теперь у меня все жители смотрят в окно, выходят каждый день во двор. Так, не так устраивают, не устраивают. Достают материалы, которые им были раздаточные, собраны. Смотрят по картинкам, так, не так. Если не устраивают, звоним подрядчикам, они приходят, разбирают все наши проблемы вместе. Ремонт двора обещают закончить в середине октября. Всего в программе формирования комфортной городской среды участвуют 196 дворов из всех районов города. Жители могут выбрать любой вид работ, который посчитают нужным для своей территории. Озеленение, обустройство детской или спортивной площадки, зоны отдыха, ремонт проезда, установка ограждения и малых архитектурных форм. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.